А спонсор сегодняшнего выпуска Усатый Трейдер. Это парень, который зарабатывает в интернете настолько приличные деньги, что действительно может быть спонсором. И ему не западло показать другим, как он это делает. Вы только зацените, какие суммы там крутятся. Ссылка на экране и в описании. Всем привет! Вы на развлекательном канале ГАЗ. Меня зовут Алекс Кокос, и это топ 15 проклятых кукол. Если что, об одной из таких кукол я уже рассказывал. Вот и нотация. Поехали. Куклу Мерси купила на ebay исследовательница паранормальных явлений Шерри Кун. По словам продавца, кукла одержима духом ребенка. Но Шерри не верит этому утверждению. Она говорит, что чувствует очень сильную энергетику зла, идущую от куклы. Однажды ночью Шерри проснулась о звуках лапка и обнаружила Мерси, упавшей с полки, на которой она обычно хранится. Однако же кукла не валялась на полу, как это можно было ожидать, а приземлилась на ноги. В таком виде и нашла ее испуганная Шерри. Шанс упасть именно на ноги, найдя баланс подобным образом, не слишком-то велик, как мы думаем. Что в свою очередь ставит вопрос, упала ли кукла случайно или сделала это намеренно. А вот другая кукла с аукциона ebay, которую зовут Аманда. У Аманды было много владельцев, и исследователь паранормальных явлений Рейги Джейкобс назвал ее экстремально одержимой. Одна из владелец Аманды рассказывала, что кукла самостоятельно двигается. Другая хозяйка куклы, хранившая ее в стеклянном шкафу, рассказывает, что она слышала скрежущий звук по стеклу от маленьких ручонок Аманды. Следующая кукла Кристина, также имеющая опыт смены хозяев по интернету. Продавшая куклу женщина рассказывала, что она изначально покупала куклу в антикварном магазине для своей маленькой дочери Жасмин. Жасмин проявила огромный интерес к Кристине, всюду носила ее с собой, и очень расстроилась, когда одна нога у куклы отвалилась, и ее невозможно было приделать назад. Жасмин упросила родителей похоронить ногу, устроив похороны. Спустя какое-то время после похорон, Жасмин рассказала, что Кристина будила ее по ночам и жаловалась на боли своей похоронной ноге. Якобы эти боли ощущались, как всюду ползающая и грызущая плоть муравьи. После подробного изучения места захоронения, оказалось, что совсем рядом находился муравейник, там, где покоилась нога куклы. Мама Жасмин начала испытывать беспокойство от того, что Кристина находится рядом с ее дочерью, и решила продать ее. Она сказала девочке, что Кристина возвращается на свою родину в Англию, и продала куклу через интернет. Новая владелица куклы сообщает, что Кристина любит позировать, но может и отказать, если фотосессия затянется. В таком случае камера тут же разряжается, даже если была полностью заряжена, и лесники получаются размытыми без всякой причины. Кристина меняет положение, и, как думает владелица, двигается на самом деле гораздо больше, чем желает показать. Женщина уверяет, что Кристина не делает ничего плохого, и надеется, что она прижилась в своем новом доме. Кукла Элис живет в Вашингтоне вместе со своей хозяйкой Мари Форд. Элис пробыла в семье Мари в течение трех поколений. По словам бабушки, в кукле содержится душа ее мертвой подруги Элис. Мари рассказывает, что глаза куклы и выражения лица меняются, и если приложить ухо к лечику Элис, можно услышать шепот, произнесенный нечеловеческим голосом. Кукла Мэнди хранится в музее Куиснелл в Англии. Ей около 90 лет. Ее преподнесла в дар музею в 1991 году женщина, которая не могла больше терпеть эту куклу в своем доме. Она рассказывала, что пробуждалась по ночам от звука, напоминающего детский плач. И когда она поднималась с постели, то видела распахнутое окно, которое она всегда закрывала, и сидящую возле него куклу. Подобные случаи повторялись все чаще и чаще, пока Мэнди не отправили в музей. Там она ведет себя смирно. Возможно, не осмеливается шалить в таком большом здании. На сингапурском острове Пулау-Убин прихожане собираются у алтаря для поклонения и даров кукле Барби. Это может звучать дико, но эта кукла знаменита своей одержимостью, которая появилась в доме, принадлежащем леди Натук Конг Шрин. Барби получает подарки от местных жителей в виде расчесок, кремов и зеркалец. Как видите, предпочтения Барби не меняются. Многие свидетельствуют, что Барби исполняет их желания и молитвы. Барби попала в храм, потому что его прихожанину снился сон в течение трех ночей подряд, что он купил куклу Барби и взял ее с собой туда. Прихожанин исполнил в точности те инструкции, которые он получил из сна, и нашел тот самый магазин и ту самую куклу, которая ему снилась. Эта история – аргумент в пользу того, что следовать своим снам не так уж и глупо. Кукла Кэролайн исследовалась многими специалистами по паранормальным явлениям, и все пришли к единому выводу – кукла одержима. Согласно их заключению, в Кэролайн заключены три различных духа, которые борются друг с другом за контроль над куклой. Кукле Эмили более 150 лет, и она изначально принадлежала королю Италии Умберто Первому. Кукла пережила Первую и Вторую мировые войны, но потеряла обе руки и верхнюю часть головы от взрыва во время Второй мировой войны. Эмили видели говорящий и, кроме того, открывающий и закрывающий глаза. Кукла Харальд была продана, как и многие другие старинные куклы, по интернету. Предыдущая владелица рассказывает, что, по ее мнению, кукла не столько одержима, сколько проклята. Со дня появления Харальда в доме, женщина столкнулась с огромными проблемами в ее жизни. Свадьба расстроилась, ее поразила серьезная болезнь, нашествие насекомых и другие неприятности. После того, как она продала Харальда, к ней снова вернулась ее удача. Еще более ранний владелец куклы утверждает, что кукла двигается, и из нее слышны голоса. Кукла Пупа передвигается не только сама, но и двигает другие вещи в квартире. Иногда даже можно услышать, как она стучит из глубин своего стеклянного ящика, где хранится. Ее изготовили примерно в 1920 году, и она пробыла со своей первой хозяйкой всю ее жизнь, с пятилетнего возраста вплоть до 2005 года. С хозяйкой Пупа изъездила Европу и США вдоль и поперек. Эта кукла, выглядящая как младенец дьявола, сама по себе внушает ужас, который лишь усиливается, когда мы узнаем, что кукла считается к тому же и одержимой. Изначально ее изготовили как подарок другу кукольника. Но друг, которому предназначался подарок, умер до того, как кукла была готова. Ее взяли на церемонию погребения, чтобы почтить таким образом память усопшего. Кукольник пожелал, чтобы куклу кремировали вместе с другом, но его семья отвергла такое предложение. В принципе, родственников можно понять. Кукольник говорит, что этот пупс-дьявол хранит в себе душу его умершего друга и иногда разговаривает. Также кукла двигается и поворачивает голову. Исследователь паранормальных явлений Дженнис Пулл свидетельствует, что кукла Бебе необыкновенно сильно одержима. Дженнис хранит дома коллекцию из 25 одержимых кукол. Бебе считается прошивой овцой даже в этой компании. Сверхъестественное происходит непосредственно рядом с куклой, где бы она ни находилась. Дженнис планирует взять Бебе с собой в турне на паранормальные конференции и позволить остальным убедиться в мистических способностях куклы. Одержимая кукла Вуду была куплена одной женщиной на Эйбэе в Техасе. Продавец куклы рассказал, что кукла была настолько одержима, что она оживала. И предупредил, чтобы ее никогда, ни при каких обстоятельствах не выпускали из своего хранилища. Покупательница, однако, не приняла всерьез это предупреждение и рассматривала куклу, как отличную возможность заглянуть в неизведанное для окончания книги, которую она в тот момент писала. Когда женщина достала куклу из ящика, кукла ее атаковала. Женщина позднее уверяла, что разыгралась настоящая борьба между ней и куклой. Она пыталась сбросить с себя дьявольскую куклу, ей это удалось с огромным трудом. Хозяйка пыталась избавиться от куклы всевозможными способами. Отправляла ее назад продавцу, хоронила ее, но каждый раз на следующий день находила куклу у своей двери. Она пыталась сжечь куклу, но ничего не получилось. Сегодня она хранит куклу, запертой в ящике на чердаке, и очень надеется, что однажды полностью избавится от нее. В один прекрасный день одна семья решила сделать уборку на чердаке и обнаружила там пугающую находку. Детскую куклу, которую люди оставили на чердаке 11 лет назад, страшно изменившуюся со дня, когда ее видели последний раз. У куклы появились самые настоящие морщины, и каким-то образом она была человечной. Посмотрите на фотографию этой куклы, посмотрите в ее глаза. Они как будто заглядывают в душу. Где эта кукла сейчас, точно неизвестно, но по слухам ее продали по очень высокой цене. И заканчивается топ самой известной проклятой куклой Аннабель. В 1970-х куклу подарила студентке Донни ее мать на 28-летие. Она была приобретена в секонд-хендовом магазине так называемых тряпичных Энни. Вскоре соседка Донны, Энджи, заметила, что творится нечто странное. В комнате сами собой открываются и закрываются окна и двери. Кукла сама перемещается с места на место. Девушки находили записки с просьбами о помощи. Сначала они рассматривали происходящее как чуто студенческую шутку, но вскоре решили, что кукла была одержима своей покойной и бывшей хозяйкой, семилетней девочкой Аннабель Хиккенс. О ней девушкам рассказал Медиум. После того, как кукла напала на друга Донны и Энджи Ло, ими для изгнания духа были приглашены известные исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррены. Они, в свою очередь, пришли к выводу, что кукла одержима демоном и обратились к священнику за проведением экзорцизма. После этого Уоррены забрали куклу в свой музей, известный как Музей оккультизма Уорренов, где она выставляется как экспонат. Кукла в витрине защищена от контактов. Рядом установлена табличка. Внимание! Открывать категорически запрещается. Уоррены утверждали, что кукла продолжает проявлять паранормальную активность. На этом всё. Пасть именно на ноги, найдя баланс подобным образом, не слишком-то велик, как мы думаем, что в свою очередь ставит вопрос, упала ли кукла случайно или сделала это намеренно. А вот другая кукла с аукциона eBay, которую зовут Аманда. У Аманды было много владельцев, и исследователи паранормальных явлений Рейги А спонсор сегодняшнего выпуска – Усатый Трейдер. Это парень, который зарабатывает в интернете настолько приличные деньги, что действительно может быть спонсором. И ему не западло показать другим, как он это делает. Вы только зацените, какие суммы там крутятся. Ссылка на экране и в описании. Всем привет! Вы на развлекательном канале ГАЗ. Меня зовут Алекс Кокос, и это топ-15 проклятых кукол. Если что, об одной из таких кукол я уже рассказывал. Вот аннотация. Поехали! Куклу Мерси купила на eBay исследовательница паранормальных явлений Шерри Кун. По словам продавца, кукла одержима духом ребенка, но Шерри не верит этому утверждению. Она говорит, что чувствует очень сильную энергетику зла, идущую от куклы. Однажды ночью Шерри проснулась о звуках лапка и обнаружила Мерси, упавшей с полки, на которой она обычно хранится. Однако же кукла не валялась на полу, как это можно было ожидать, а приземлилась на ноги. В таком виде и нашла ее испуганная Шерри. Шанс Упки Джейкобс назвал ее экстремально одержимой. Одна из владелиц Аманды рассказывала, что кукла самостоятельно двигается. Другая хозяйка куклы, хранившая ее в стеклянном шкафу, рассказывает, что она слышала скрежущий звук по стеклу от маленьких ручонок Аманды. Следующая кукла Кристина, также имеющая опыт.